В столице Кыргызстана завершился марафон рождественских архиерейских ёлок. Традиция их проведения установлена одновременно с образованием Бишкекской кафедры. В этом году епархия уже в пятый раз проводит марафон святочных детских праздников. Даны 16 представлений, гостями которых стали более 2000 детей. Единственное рождественское мероприятие в Кыргызстане – архиерейскую ёлку, в которой в этом году исполняется 5 лет, глава Бишкекской епархии открывает стихами епископа Душанбинского и Таджикистанского Петерима. На каждый год, на Рождество Христово, сугубо и отдаётся благодать. Мы в детство сказочное попадаем снова, детьми становимся опять. Дорогие ребята, всем пожелаю в этом новом году, в этом рождественские праздники вам крепкой любви, Божьей, человеческой, сердечной, чтобы вы все были послушными, радостными, и сердце ваше сияло, как солнце, и светило, и радовало родителей, радовало близких. Доброе сердце, радующее близких – главное пожелание рождённого богомладенца. И рассказанная юным зрителям сказка как раз об этом. В нынешнем году артисты молодёжного отдела епархии показали ребятам ещё одну историю про Щелкунчика. Николай, так, неужели принцу нельзя помочь? Принцу, принцу можно помочь. В волшебной стране орех поспевает каждый год на Рождество Христово. В театрализованной постановке персонажи сказки Гофмана встречаются с мудрецами, идущими вслед Вифлеемской звезды к месту рождения младенца Христа. Эта встреча становится судьбоносной для каждого. В перипетиях повествования «Волшебный свет Рождества Христова» преобразует отрицательных героев. И даже мышиный король хочет стать добрым. Щелкунчик, ты прости меня. Я совсем заигрался за этим орехом. Мне он должен был только, чтобы два раз лечься, а у тебя от него зависит твоя жизнь. На! Сценарий был в сценке задуман таким образом, что при рождении Бога-младенца любовь поселилась в мире. Вот Господь вошёл, спустился с небес, и вот злое сердце, оно растаяло, оно стало улюбить. Нам очень понравилась сегодняшняя рождественская сказка. Она на самом деле необычная. Щелкунчик. И вообще дети все были заворожённые, смотрели. И я думаю, что то, что вы детям подарили, они запомнят на всю жизнь свою. Но не только сказку, но и задорного Деда Мороза запомнят юные зрители епархиальных утренников. Убилённый сединой долгожданный рождественский дедушка приносит с собой настоящее новогоднее веселье. Годы не помеха. Морозный дед танцует барыню, водит паровозики, загадывает загадки и очень нравится зрителям. Молодец! Давай, 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 давай! Двой молодец! Молодцы! Дедушка Мороза! Был холодной, он был вообще, ну, интересно было с ним. Да, там и весело. Замечательная ёлочка Дед Мороза, удивительный. Снук, понравилось тебе новогоднее всего понравилось. Снук, кто тебе понравился? Дед Мороз и Мишина Король.